МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Карачаевском районе прошел финальный этап районного конкурса «Учитель года». Победителем стала учитель истории и общества знания средней школы аула Верхняя Тиберда Зульфия Байчорова. И сегодня она гость нашей программы. С ней в эти минуты в нашей студии беседует моя соведущая, была Джозаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Зульфия Сабировна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, я сразу хочу поздравить вас с тем, что вы стали Учителем года в вашем родном Карачаевском районе. Спасибо. Скажите, пожалуйста, чья была идея участия в конкурсе и что вы представили на суд-жюри? Идея была совместная. Моя и директора. Директор очень поддержал мое намерение поучаствовать в конкурсе. Зульфия Сабировна, вы окончили Казахский государственный университет. Вы всю жизнь в педагогике. Интересно узнать, каков был ваш путь в эту профессию? Кто повлиял на выбор профессии? Конечно, самый неизгладимый след в жизни, наверное, любого человека оставляет учителя. Я об этом помню всегда, поэтому я стараюсь, чтобы мой след в памяти моих учеников был очень светлым. В моей жизни были учителя, которых я очень люблю по сей день. Лидия Васильевна Сергеева, Валентина Александровна Третьякова. Учитель истории был Рафаэль Федорович Самакаев. Была учительница математики, которая мне очень много дала в плане творчества на уроке Ирины Владимировны Белинской. Я им благодарна по сей день. Я надеюсь, что в жизни своих учеников я буду оставлять такой же важный след. На ваш взгляд, ваше мнение, что такое учительский талант? Учительский талант, наверное, он не от Бога, а скорее, наверное, именно от души человека идет. Потому что здесь должно быть благородство, здесь должна быть любовь к детям. И здесь должно быть невероятное стремление развиваться самому. Потому что быть учителем можно только, если ты в чем-то превосходишь своих детей. Мы учим образом жизни. Мы учителя. Не знаниями, может быть, не своим строгим подходом к дисциплине. Мы учим образом жизни. Дети впитывают от нас именно нашу манеру жить. Что касается вашего предмета, предмета, который вы преподаете, история общества знания, сейчас неоднозначное мнение по этому поводу, по истории нашей страны. Сейчас дети знают историю. Как вы оцениваете их подготовку? Ну, я работаю в ауле. Конечно, уровень знаний детей в ауле, может быть, несколько уступает знаниям городских детей в силу того, что такой социум. Но в целом интерес детей устойчивый к истории. Ко мне приходят и ученики из других школ. И у меня, у самой, в своей школе, и чужие дети приходят те, которые радуют учительское сердце. Их пытливый ум и знания, они иногда превосходят знания большинства моих коллег. Настолько это энергичные дети. А что касается истории и важности ее изучения, ее трудно переоценить. События на Украине последних лет показали, что когда мы перестаем преподавать историю, когда мы перестаем учить детей и любви к родине, от истинного патриотизма происходит вот этот отказ от прошлого, происходит перезапись какой-то ментальной матрицы, и происходит вот эта потеря ощущения, наверное, единства всего человечества. И поэтому то, что мы видели в последних событиях, я смотрела как историк на все это. Я понимала, что это очень большой прокол системы образования в Украине был. После отделения от СССР, когда там национализм именно в образовании расцвел пышным цветом, он дал вот такие страшные результаты, когда украинский великий, героический народ, сделавший многое для победы, великое отечество, выстрадавшись только во время фашистской оккупации, пришел к фашизму. Это, пожалуй, самый страшный урок, который мы, учителя истории, должны вынести из этих событий. Ну что же, мне остается еще раз поблагодарить вас за участие в нашей программе. И, конечно, я желаю вам творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо вам.